У нас новый обзор на колоду Таро, Таро Ботти Чили. Из приятного эта колода является колодой Атанасова. В общем-то все его колоды, на мой взгляд, они хороши. Любая будет рабочая, любая будет эффективная, продуктивная. На всех колодах можно либо гадать, либо заниматься магией. Это фактически удивительный, уникальный автор. Первое издание было где-то в 2007 году. Колода выполнена, как все колоды Атанасова, в смешанных традициях. Вроде бы английская символика и английский посыл английской школы, но тем не менее, если мы говорим про нумерацию карт, то здесь сила 11, правосудие 8. Шут идет нулевым. Такие средневековые сюжеты. Ну давайте уже откроем наконец колоду. Красивая рубашка. Сам по себе картон относительный, он довольно тонкий. Но если мы говорим про оформление колоды, то сейчас осторожнее, оденьте очки, как бы вам не ослепнуть. Колода необыкновенно золотая. Очень яркая, очень красивая, нарисованная. Все сюжеты в ней удивительные. Если мы говорим вообще про ее такой основной посыл, то это колода любви. Это колода ангелов, англических подключек. И на этой колоде вот есть конкретная тема, которая на ней делается лучше всего. На любовь. На ней колдовать. Лучше всего на ней работать, если интересует тема детей. Зачатие детей. Защита детей. Любых возрастов. Тема материнства. То есть защита и детей, и материнства. Можно сказать вообще семьи, но именно на детей здесь идет особый акцент. Тема ангела-хранителя. То есть работаете этой колодой, и вы работаете со своим личным, собственным ангелом-хранителем. Тема денег тоже здесь имеет свое особое значение. И даже чистки на ней можно делать. Но это очень необычные и очень не классические чистки. Все карты выполнены, опираясь на творчество известного художника Сандро Боттичелли. Действительно удивительные работы. Шут здесь такой, скажем, чем-то босховского напоминает. Дурачный, скажем так. Какие-то значения в этой колоде классические, уэйтовские, да, условно. Какие-то отличаются. Но вот шут в этой колоде, он воспринимается скорее негативно. Здесь что прямой, что перевернутый, идет одинаково не очень. Колода работает как и в прямом, так и с перевернутыми картами. Дурак. Маг, причем написанный еще на разных языках. То есть здесь английский, испанский, итальянский, французский язык. Ну, в моей версии колоды используются. Настоящий маг-алхимик. Просто посмотрите на его полотно. Вот так видно, да, как блестит карта. Ну, действительно, вот чем это приятно колода, то, что она как произведение искусства. И когда работаешь с ней, ты буквально к этому искусству прикасаешься. Каждой картой можно просто натираться, настолько она энергетическая и удивительная. И причем, действительно, этой колодой можно обкладывать в себя свои фотографии, чтобы выходить в эти процессы. Чудесная попеса, и мистическая она здесь, и социальная, то есть она и богатая, и умная. И при этом, смотрите, какая загадочная. Если всматриваться в сюжеты, вы увидите очень много печальных картин. И это такой отсыл к Боттичелли, который был серьезный человек, который всю свою жизнь любил одну женщину. И рисовал похожих на нее других дев, лиц. То есть пытался все каким-то образом, невидимой нитью, прикоснуться к ней. Император. Сильный, властный. Императрица была такая непривычная. Император, скорее, более для нас понятный. И он не воюет, он уже опустил свой меч, он уже все получил, что мог иметь. Властный папа. В этой колоде много религиозных отсылок. Я бы сказал не то, что именно отсылок, а изображений, да, и сюжетов. И, в общем-то, не мудрено, если мы говорим Боттичелли, 1500-е годы, да. Ну, конечно, куда же там без этих отсылок. Он часть своей жизни посвятил именно религиозным сюжетам. Рисовал много портретов и историю Древней Греции, и религиозные в том числе. Влюбленные. Ой, прекрасно, здесь нет никакого выбора, здесь чистый полет. Такой отголосок его картины Боттичелли о рождении Венеры. И это просто связь с ангелами. Вообще, колода Боттичелли очень хороша тем, что она лечит душу. Она позволяет работать с родовыми программами, с астрологическими, кармическими. Работать с этой колодой можно делать возврат души. Можно обращаться к ангелам. Можно просить у них помощи. Можно просить у них различных благ. И вот эта колода, это такой лучик света во тьме. Вот действительно во тьме. И несмотря на то, что персонажи здесь лирические, колода, она скорее про то, как из этой лирики уйти в счастливое состояние. Какой отшельник, а? Да, но вы когда-нибудь видели такие ножки у отшельника? Причем он в красном, он страстно молится. Он такой не классический. Как бы классический, и в то же время нет. Небесные ангелические сферы. Ну, вполне себе классическая сила. Повешенный здесь так особого интереса не вызывает. Мне часто любопытно, как в некоторых колодах отыгрываются такие вот карты, но нестандартные, противоречивые, повешеновые смерти. Ну, здесь скорее они отыгрываются более-менее классически, не так, чтобы как-то по-особенному. Для Боттичелия вот Атанасов показывал, что самая страшная смерть – это смерть сына у матери. Ну, ребенка. В колоде много отсылок к детям. Очень много. И это и как зачать, и как судьбу счастливую сделать, как исправить несчастливую судьбу. Она вся об этом. Боже, посмотрите, какой здесь милый дьявол. Он здесь такой сатир. Да, не просто дьявол, а именно сатир. Башня вполне себе религиозная. Очень нравится мне звезда. Это символ действительно света. Вот уж какая карта может рассеять тьму, так это звезда. Звезда Боттичелия. И даже луна здесь не такая страшная. Картина Благовещения, Архангел Гавриил, не принимает участия. Здесь как бы история про то, что помощи высших сил нет. Остаешься сам с собой. Самое страшное, что может быть, это остаться без своего ангела-хранителя. Вся эта колода, она учит тому, как этого ангела-хранителя получить и с ним подружиться. А конкретно это карта о том, когда вы его теряете. Солнце с детьми, радость, счастье. Такой довольно понятный суд. И даже после смерти кто-то пытается докопаться до вас в гробу. Вселенная – это рождение Венеры. Ну, часть картины рождения Венеры Боттичелия. Мне кажется, это действительно достойная Вселенная. Она прекрасна. Эта колода хороша тем, и ее сильное качество, что она не просто красивая. Она красивая и рабочая. Вот что редко. Из серии колод Атанасова, Торобу Тичили – самая красивая. Понятно, что это очень субъективная оценка, но я переживаю ее так. Прекрасная жизнь, прекрасная колода. Ну, по мастям младших арканов скорее просто пройдемся. Ангел, который приходит к ней. Очень такие интересные сюжеты. Ну, мне нравится. Весна, сеет, мать с ребенком. Кстати говоря, как раз-таки такая вот одна из карт. Там Мадонна, лоджия с младенцем, счастье, чудо. Опустевший одинокий стол. Со всеми он рассорился. Очень нравится шестерка жезла, кстати говоря. Победа – это та победа, которая не состоялась без битв. Здесь это про свободу, здесь это про счастье. Кентавр. Девятка жезлов. Устал, прилег отдохнуть. Придворные карты. Ну, они здесь довольно-таки классические. Я бы сказал, придворные карты прям выполнены в классике. И, наверное, вы уже обратили внимание вот на грустные лица. Грустные, печальные лица. Причем, замечаете, да? Действительно, одни и те же лики. Мазь-чаш. Небесный поддон, усеянный золотыми звездами. И туз-чаш – это вот мать с ребенком. Опять же, Мадонна. Это Мадонна в цветах. Все у нее прекрасно. И вот что интересно, что в тузе жезлов в этой колоде она беременеет, а в тузе чаш она уже, получается, рождает. Встреча влюбленных, причем ангел. Это любовь со своим ангелом-хранителем. Праздник. Шестерка-чаш. Младенец. Речка. Чудесные чаши. Но они пустые. И здесь пустые чаши означают отсутствие опыта. И то, что вся его жизнь впереди. Вот эта река жизни – это как раз-таки то, что ему еще предстоит увидеть и услышать. Но пока он еще малыш. Семерка-чаш. Такой себе ангел-хранитель. Это не ангел даже, это зефир, воздушный дух, который похищает нимфу. Вмешательство таких потусторонних сил. Восьмерка-чаш. Ну, здесь она классическая. Отказ от мира. Рюмка и книжка. Стандартный праздник. Девятки-чаш. И все в золоте. И прекрасная десятка кубков. Мадонна с младенцем, двумя ангелами. Все у них прекрасно. И дом, и крыша над головой. Ну, и, собственно, прекрасные придворные карты. Вот Пентакли мне нравятся в этой колоде вместе с чашами. Но мечи тоже ничего. Тоже золотые. Потасовка, драка. Фродо, отдай кольцо. Тройка мечей. Как она его тащит за волосы. Эта карта здесь в этой колоде связана с клеветой. Кого-то оболгали и его тащат на суд. То есть, здесь такое неклассическое значение тройки мечей. Четверка мечей. Моление о чаше. Это карта голой правды. Голая правда, как она есть. И за нее придется предстать и расплачиваться. Она взывает к небу и просит спасти Иисуса. Пятерка мечей. История про Юдифа и царя Алаферна. Пятерка мечей. Уплываешь от бед. Но здесь такая классическая история. Беды остались, а вы уплыли. Семерка. Ну, волк в обещи шкуре. То есть, такая карта предательства. Пытаться удержаться. Принесение в жертву. Мольба о пощаде. И уничтожение. Вот десятка мечей. Оплакивание Христа. Эта карта буквально смерть божественности обозначает. Придворные карты вполне себе классические. Королева мечей здесь вот отличается. Возможно, она уже отрубила голову и в печали. Потрясающие пентакли в этой колоде. Сказочный туз пентакли Боттичелли. А вам ваши все богатства и желания несут на крыльях ангелы. И она вообще здесь сатиры. Получаешь столько, сколько хочешь. Веселишься. Бежишь по деньгам. Танцуешь. Ангел, который умножает ваши доходы, ваше достояние. Ну, здесь такая классическая история. Классическая пятерка пентакли. Она классическая, но невероятно красивая. Что даже несмотря на то, что денег у него не густо, он сидит в чудесном саду в цветах. Деньги сыпятся с деревьев. Чудесно, да? Это пытается работать. Десять и семерка пентакли говорит про то, что здесь будут плоды. Но нужно очень усердно работать и стараться. Суперклассическая восьмерка пентакли. Девятка пентакли. Это буквально путь, усеянный золотом. Настолько вы богатый вельможа, что ваша дорога просто золотая к вашему дворцу и к вашим кораблям. Какие можно делать ритуалы с девяткой пентаклей бы течили на богатство, даже если бы вы знали. И прекраснейшая, наверное, в пентаклях моя любимая десятка пентаклей. Вот ваш дворец и вот золотая дорога. Золотая дорога этого вельможи привела к его дворцу. Красота. Просто красота. Паш, рыцарь, королева и король. Собственно, вот такая удивительная колода Боттичелли, колода Атанасова. Я бы сказал, очередной его шедевр. За какую колоду Атанасова не возьмись, все шедеврально. Ведь именно по его колодам было решено провести курсы. По каждой, каждой его колоде постепенно. Хотите любви, хотите души, хотите защиты, счастливой судьбы. Это колода для вас. Она не сложная, она очень отзывчивая. Она откликается, когда трудные времена, когда нужна помощь. На ней можно гадать на любые темы. У нее нет ограничений. Она проста в понимании. То, что здесь нету прямо каких-то таких сложных сюжетов. Не то, чтобы тут прям все очевидно. Есть свои загадки. Но многие вещи здесь понятны интуитивно и чувственно. На каждую карту можно медитировать. Она очень образная. Для меня это, правда, вот такой лучик света. Путь к собственной душе. Он бывает очень разный. Соответственно, подводя итог, прекрасная классическая колода, выполнена необычайным образом, в смешанном стиле. Одна из лучших любовных колод. Колода, которая еще и работает с темой денег. Работает с судьбой и с детьми. И дает ангела-хранителя. Я советую попробовать. Колдуйте сами. Колдуйте с нами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok